Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн рубрика про интерьер. С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова. Как живут современные священники? Давайте посмотрим! Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Наталья Александровна! У нас сегодня достаточно необычный выпуск в том плане, что не часто разговаривают дизайнеры со священниками об интерьере. И в принципе люди со священниками обычно разговаривают о других вещах. Насколько я знаю и общалась с людьми, то большинству достаточно сложно воспринять, что священники в обычной своей жизни озабочены теми же самыми проблемами, с которыми люди приходят к ним на исповедь. И тем не менее я здесь, и мы сидим в вашей прекрасной квартире. И было бы интересно мне, и я думаю зрителям, узнать, как вам пришелся этот опыт работы с дизайнером. Опыт работы с дизайнером меня восхитил. Приятно. Ну, если мы потом посмотрим на вашу работу, то зритель увидит воочию, что ваш труд и ваш талант не пропадают зря. Батюшка, вы меня смущаете. Поверьте, это не лезть, это правда. Спасибо. И мы живем в этой квартире уже 10 месяцев, и наша жизнь наполнена действительно приятными впечатлениями. Первые три месяца я думал, что я живу где-то в журнале. Ну, то есть это действительно так, многие люди просто сомневаются в этом, что дизайн, он способен менять жизнь человека. Вы знаете, наверное, моя жизнь не изменилась в том... Качество жизни. Не жизнь, а качество жизни, образ жизни. Я сейчас постараюсь объяснить то, что я переживал в своей жизни. В моей жизни это первый опыт, когда я живу помимо гостиниц каких-то вот в таком необыкновенно красивом интерьере. И все, что меня окружает, оно окутывает действительно таким домашним уютом. И это построено руками вашими, матушке Юли. И поэтому... А я человек простой. Я всегда жил в простых условиях, и никогда не было для меня вот такой красоты. Мои родители простые люди, деревенские. И меня всегда из детства окружала такая вот красота деревенского дома, деревенской избы. Ну, это тоже очень красиво. Это очень красиво, когда мы представляем себе некий терем в лукоморье. Я жил очень просто, и семья моя была небогатая. И поэтому, когда я вот попал в такой интерьер, когда мы закончили, когда мы расставили все во все последние штрихи, там, буфет, там, гардеробы, да, сюда ставили. Мы еще картины не развесили. Да, но это будет уже 23-й год, и новая встреча, новое общение. Может быть, это действительно преобразит мое восприятие. Но опять, что хочу сказать, что когда я сюда попал, я даже из спальни стеснялся выйти неодетым. Да, это правда. Первые три месяца, и только спустя там три месяца я как-то перестал там по пять раз в день пылесосить, потому что мне было некомфортно, что вот в журнале кто-то как будто кому-то что-то подрисовал, когда лежит какая-то сорит. Непорядок. Да, непорядок. А сейчас я привык, сейчас я здесь живу, и живу очень хорошо. На самом деле для дизайнера это, наверное, самая большая похвала, когда его заказчик говорит, что ему очень хорошо жить в том интерьере, который для него создали. И ничего не хочется поменять. Это вообще просто прекрасно. А вот такой вопрос. Как говорил великий поэт, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, а быть воциркулённым человеком и думать о красоте и комфорте своего жилища. Это можно? Это не греховно? Я отвечу вам другой цитатой, другого не менее великого, очень верующего человека Антона Павловича Чехова. В человеке должно быть всё прекрасно. Всё. И образ мысли. И образ мысли, если прекрасен, то ему, конечно, очень нравится, когда не только простой порядок, когда подметено, но и о красе ногтей. Священник не должен носить под ногтями вселенскую скорбь. Согласна с вами. Преподавая благословение, человек не должен отстраняться от ужаса священнического неопрятного вида. Не зря же говорят, как у поп, так у и приход. Да, так говорят. Я же человек не приходской. Не об этом сейчас разговор. Тем не менее, да, думаю, что, наверное, воцерковлённый человек и священник, в том числе, не имеет ничего против того, что Александр Васильевич Суворов своему немецкому преподавателю, который удивился и сказал, «Неужели ты видишь Бога во всём?» На что мальчик Саша, 7 лет, сказал, «Меня удивляет то, что вы не видите Бога везде». Да. Вот и красота интерьера, это же ведь всё, знаете, рукой врача, рукой дизайнера, рукой пекаря всегда водит Господь, если человек живёт с Богом. Вы живёте с Богом. Спасибо. Вы у меня исповедуетесь, и я знаю ваше житие, я вижу ваши искренние отношения к тому, что вы делаете. Человек, ищущий своей славы, он тщеславен, да, то есть он ищет тщетно славы. Вы же делаете всё не для того, чтобы это, ну, не знаю, как-то вас выделило из общества. Вы делаете для того, чтобы было приятно нам, красиво. То есть всякое дыхание дохвалит Господа. Батюшка, вы меня сегодня столько хвалите, что мне прямо неловко, ведь мы говорим о вас и о вашем интерьере. Я надеюсь, что вы вырежете, но я пошучу, старая избитая шутка, неудобно спать на потолке, одеяло падает. Поэтому неудобно, если бы я врал или льстил, ну, допустим, мы с вами договорились, что вы мне будете делать ещё один дом, а я тут вам буду соловьём заливать. Нет, а мы же просто говорим о том, что уже сделано, ну, не знаю, вот правда, заходишь домой и это и цвет, и форма, всё напоминает как-то всё простоту, да, что тут и листик, и речка, тут тебе и земля, и деревянный пол, ты идёшь как будто вот по лесу, и шарик, который напоминает такой закат солнца. Всё это так радует, что вот мы даже ходили с матушкой гуляли и посмотреть, как наш квартир смольца с улицы, да. Прекрасно. Да, потому что, ну, с улицы, конечно, не так хорошо смотрится. Да, ну и как в доме священника, естественно, в вашем доме есть иконы. Иконы – это разновидность, если можно так сказать, может, я неправильно выражаюсь. Только не скажи слово «искусство». религиозного искусства. Нет, с точки зрения священника, конечно, и религии, иконы – это совершенно другая вещь, но мы сейчас, я хотела именно спросить об искусстве. Каким может быть или должно быть искусство в доме священника? Может ли он позволить себе современное искусство? Или это не соответствует его статусу? Священники бывают разные. Мне очень нравится современное искусство, если оно не исходит от слова «искус», не ведет к искушению. То есть вам само слово «искусство» не нравится? Нет, оно мне не нравится. Оно изначально имело такое слово. То есть, когда, ну вот чем отличаются люди там 200-летней давности или 500-летней давности от современного человека, мое наблюдение, не претендую на мнение русской православной церкви или там мнение какого-то большого количества людей, человек жил и жил. Ну, причешется, ну, оденется. А сегодня идет вот это искусство и подкачивание губ, и чрезмерного такого украшения себя одежды, еще что-то. И зачастую сейчас вот смотришь на людей, и они настолько выпячивают себя, что ну, это уже действительно искушение. А когда человек Чехов уже сказал, все прекрасно, тогда, ну, что, когда женщина идет и нет на ней напускного какого-то, вы знаете, в Зосимой Пустыне жила одна монахиня, и она всегда ходила сагбенно так. И все говорили, какая смиренная матушка, какая смиренная матушка. Отошла матушка к Господу, стали ее сестры обмывать, и поняли, почему она ходила сагбенно. У нее был животик, и она всегда наклонялась, и чтобы облачение скрывало ее животик, вот она стеснялась. То есть монахиня озаботилась о красоте своей фигуры, о том, как о ней люди подумают. Но женщина же все-таки. Женщина, переступившая порог монастыря и давшая обеты, перестает быть женщина. Во Христе нет ни Иудея, ни Елена, ни мужского пола, ни женского. Все равны. Все равноангельский чин хотят получить во Царстве Небесном. Апостол Павел говорит об искусстве такими словами. Он говорил, что в терпении есть искусство упования на Господа. Так вот, он как раз не говорил об искушении, а он говорил именно о том таланте, который развивается в человеке, переживая вот это терпение. Терпение такая форма любви, любви к Богу. То есть, когда Господь человеку подает какие-то искушения, а человек понимает, что ему все полезно. Но мы-то с вами знаем, что искушение только закаляет характер. Перед терпеванием искушений могут прощаться многие прегрешения. Поэтому в искушениях тоже, наверное, нет такого плохого, если человек не купается в этом искушении, а понимает и старается уволить Господа. Излекает из этого урок. Да, конечно. Пережить это с Богом. Учитывая, что наш выпуск будет выходить перед Новым Годом, что бы вы могли пожелать всем нашим зрителям в связи с вашим опытом общения с дизайнерами и вообще? Вы знаете, мой духовник, епископ Феофан Данченков, он всегда мне говорит, отец Владимир, если у человека Господь стоит на первом месте, все остальное у него стоит на своих местах. Я хотел бы обратиться к каждому человеку, думая о своем развитии как личности, о своем духовном развитии, о своем развитии в миру, что поставьте Бога на первое место, и к вам придет прекрасный дизайнер, потому что Господь так управит, у нас это было чудесным образом, несмотря на то, что одному человеку пришлось пострадать при этом. Но мы все вместе с ним страдали. Мы все вместе страдали, и он сейчас, слава Богу, жив и здрав. И вам, я надеюсь, если вы в этом нуждаетесь, если вам это необходимо, обязательно Господь подаст все по необходимости, все станет на свои места. Каждому человеку, надеющемуся на Бога, Господь подает все по его необходимости, по его надобности. Слава Богу, не по его прошению, а именно по его необходимости. Потому что мы от глупости просим много ненужного, а Господь подает именно только то, что нам полезно и душеспасительно. Спасибо, батюшка. Я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа тоже будет полезной и душеспасительной в какой-то степени, возможно, для кого-то из наших зрителей. Поблагодарить и завершить такое маленькое послесловие, я бы хотел сказать, Наталья Александровна, что по евангельскому слову вы не закапываете ваши таланты, а вам Господь дал не один. Вы их приумножаете и как приумножившему таланты, по слову Божьему, будет воздаваться намного больше. Спасибо, батюшка. Спасибо, Господи. Сейчас там раба Божия пришла. Елена. Елена, да? Редактор субтитров На сегодня все. Помните, что искусство как природа. Если вы не пустите его в дверь, оно войдет в окно. С вами была Наталья Ливанова. До встречи на канале. Продолжение следует...